Пенсионерке позвонили. На том конце провода представились. Это медсестра районной поликлиники. Она сообщила, что сейчас в их учреждении ведет прием светилоотечественной медицины. К нему, конечно, не пробиться. Но для пожилой женщины сделают исключение. Доктор проконсультирует ее по телефону и абсолютно бесплатно. Женщина рассказывает. Через пару минут позвонил сам врач. Он сразу порекомендовал приобрести чудо-таблетку, в которую якобы вживлен чип. При попадании в организм он сообщает обо всех болезнях. Фантастика, но доверчивая пенсионерка купилась на это. И после этого чипа они стали проверять. Сразу появилась оправдина в перстной кишке. И бурлила под животом. Пульсировала. А как вы думаете, на самом деле такие таблетки существуют, в которых могут содержаться? Я первый раз за всю жизнь слышу. Врач сказал женщине, чтобы вылечить рак, нужно другое чудо-лекарство. За 340 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и передала названную сумму курьеру. А через пару дней доктор настоятельно рекомендовал приобрести еще один препарат. Так как женщина передала злоумышленнику все свои сбережения, она отправилась в ближайшее отделение банка для оформления кредита. В банке пенсионерка сказала, что берет кредит для покупки чудодейственных лекарств. Выслушав клиентку, сотрудница кредитного учреждения незамедлительно вызвала полицию. Повторная встреча с курьером прошла под наблюдением оперативников. После получения денег мужчину задержали. Вот стражи порядка выводят его из подъезда. Подозреваемый называет себя жертвой обстоятельств. Уверяет, он всего лишь курьер. Работал на своего приятеля и не сразу понял, что придется обманывать людей. Я у него занимал денег. Вот. И он сказал, чтобы я не убежал. Взял сирокопию с меня паспорта. И сказал, если обратишься в полицию, хуже себя сделаешь. Сейчас полицейский ищет лжемедсестру, которая первой звонила пенсионерке и лжеврача. Если, конечно, он существует и курьер не сам выдавал себя за доктора. Марсель Нургатин, Петровка, 38.